Сотрудники СГБ, МАСКО, были представители ОВД, в том числе был начальник милиции города Калуж. И когда мы туда прибыли по звонку, попросили приехать, что здесь, нам так сообщили, что проводятся незаконные действия. Мы туда с депутатами приехали, позвонили, что проводятся незаконные действия. Если вы пришли, приехали туда, я лично разговаривал с начальником милиции, следованием прокуратуры, попросил ознакомиться с постановлением о возбуждении уголовного дела, которое было в отношении двух граждан, как мы знаем, Халваш и Берзене. Берзене. Может быть, если это следствие докажет, сейчас мы не будем говорить о предыдущих выводах, и возможно, и там действительно присутствуют признаки состава преступления, это уже будет разбираться следствие. Но вопрос не в том, есть ли там признаки состава преступления. Может быть, они есть, может быть, их нет. Это еще надо предстоит доказать, и это возможно потом доказать в судебном порядке. Что вызвало возмущение, и в чем здесь есть проблема? Это не вчерашний день, вчерашнее возбуждение постановления уголовного дела, а это вот череда событий, явных, грубых нарушений уголовного процессуального и уголовного кодекса. В чем было нарушение вчерашнего постановления возбуждения уголовного дела? Представители правительственных органов об этом четко знают, что все уголовные дела, возбуждение и преследование уголовного дела возбуждаются по трем категориям. По публичным, частно публичным и частным обвинениям. В данном случае оскорбление депутатов, президентов, премьер-министров, это исключительно возбуждается уголовным делом, не иначе, как, соответственно, в основном кодексам, по заявлению потерпевших, которые считают себя оскорбленными. Я несколько вопросов задал. Были ли заявления тех лиц, у кого перечислили несколько наших коллег, депутатов, премьер-министр, президент, генеральный прокурор, заместитель генерального прокурора? Нет, как мы в основании только рапорта, возбудили уголовное дело. Вот это и есть грубое нарушение уголовного кода, уголовного процессуального кодекса, связанное с возбуждением уголовного дела. Аналогичный пример. Я также задаю вопрос. Вот я лично 12-го числа в связи с распространением заведу ложных данных, на основании которого также возбудили уголовное дело в отношении меня. Я уже не буду повторяться и говорить с каким-то процессуальным нарушением, где у меня удовлетворили уведомления и так далее. Опустим этот момент. Но я направил в генеральную прокуратуру депутатский запрос о том, чтобы я объяснил ситуацию. В социальных сетях распространяется видео, порочит мою честь и достоинство, как и было в этом же постановлении вчерашнего уголовного дела. Прошу обратиться, определить круг лиц, причастных, анонимов, распространению заведомо ложной информации и привлечения их к соответствии законодательствам. Вы знаете, что в законе о статусе депутата в отношении спецсубъекта депутатский запрос установлен ограниченный срок. Это не как по закону об обращении граждан, а в законе о статусе депутата в срок у нас установлено 20 дней. До сегодняшнего дня уже прошел этот срок от генеральной прокуратуры никаких. Так, я же отправил, кстати, в государственную службу охраны. Аналогично такой же депутатский запрос. Нет службы государственной службы охраны, нет генеральной прокуратуры до сегодняшнего дня ответа, не перебивайте я вас не получаю. До сегодняшнего дня ответа нет. Поэтому...